Здравствуйте! В эфире программа о православии и о нашей жизни. В студии автора ведущая, журналист Белла Заседская в крещении Мария. В нашей сегодняшней программе мы попытаемся разобраться в теме, которая в последнее время довольно громко звучит в средствах массовой информации, деятельность сектантских организаций. Поводом для этого послужила недавняя публикация в газете «Правда Севера» под названием «Как житель Карпогор побывал в рабстве». Что предпринимает церковь и государственная власть, чтобы оградить общество от мошенников? И в то же самое время, как по-христиански относиться к тем людям, которые искренне заблуждаются в чем-то, имеют отличную от нас точку зрения. В гостях у программы игумен Феодосий Нестеров, руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества, заместитель благочинного города Архангельска, настоятель храма в честь святого благоверного князя Александра Невского по дворе Артемия Верпельского монастыря. Здравствуйте, батюшка, благословите! Здравствуйте! Батюшка, я повторюсь, что поводом для нашей встречи послужила публикация в газете «Правда Севера», которая недавно была размещена, о том, как житель Карпогора бывал, по сути, в рабстве. И вот совсем недавно мы его приглашали в нашу студию, он подробно рассказывал о своей истории, о том, что с ним приключилось. Я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент этой записи. Краткая предыстория такова. Молодой парень из Карпогор приехал в Архангельск в поисках своего места в жизни. Не заладилось с работой и с жильем, к тому же он попал в плохую историю. Его избили, он потерял ценные для себя вещи. Вячеслав оказался на вокзале в состоянии глубокой депрессии и, видимо, сотрясением мозга. Двое ко мне подошли. Один с одной стороны подсел, другой с другой. Один молчал, семечки грыз, короче. А я сидел, квасок попивал. То есть они ко мне подсели. Вот, начал говорить этот молодой. То есть, ну вот, что, как, что сидишь, мол, что-то случилось. Я сижу, молчу. Как бы я вообще ничего не воспринимал. То есть это... Что-то такое весь, мол, понурый, что-то случилось. Я ничего не отвечаю. Я там, да, да, что-то там мычал, короче. Я же плохо разговаривал, там, заикался. То есть это... Хорошо, а вы все-таки... Они подошли ко мне познакомились. Его звали Николай. И он предложил мне, значит, это поехали, говорит, с нами. То есть я тебя... Там тебя накормят, отмоют там все вот это. Я такой сижу, ну, поехали еще. Слава богу, у меня хватило ума, и они показывали им паспорт. Ключ у них находился постоянно у одного человека у хозяйки. То есть вы не имели права выходить самостоятельно? У меня есть такое подозрение, что они что-то и в пищу добавляли, чтобы мы все-таки аморфные ходили. То есть первоначально выделили на легкие работы, то есть расклеивали объявления, вот, которыми... Архангельский стрит, бесплатная помощь, там, алкоголикам, наркоманам, то есть... Именно эти объявления? Визитки заставляли раздавать. И у вас еще были какие-то обязанности? Да, да, да. Чем вы занимались? На какие работы у вас? Потом я уже как-то более-менее стал приходить в себя. Нас стали уже на переезда сначала меня стали приглашать. То есть заказывают газель, у них там какой-то свой водитель был. Дают адрес, то есть они все... То есть работа грузчиков? Да, да. Вас использовали, да? Как рабы. Как рабы, да. Вы получали деньги за то, что вы... Нет, ничего не получали. То есть... То есть все деньги шли руководителям этой организации? Вот этим руководителям, они там нам давали что-то на билет иной раз, но в основном мы ходили пешком. По существу говоря, парень угодил в организацию, которая широко известна под названием «Преображение России». Их объявление, к примеру, «Всегда трезвые грузчики» или «Бесплатная помощь алко- и наркозависимым, освободившимся из мест лишения свободы», мелькает по всему Архангельску. Несколько сказательных историй о деятельности этих благотворителей были показаны на федеральных телеканалах. В сюжетах рассказывалось, как организаторы, умело используя религиозную и юридическую риторику, по сути заманивают людей в рабство. По счастливой случайности, нашему герою удалось оттуда убежать. Благо, что квартира находилась на Варавина, в пятиэтажном доме рядом с молодежкой, а не в закрытом загородном особняке, что также практикуется от организации. — Батюшка, насколько мне известно, у вас тоже есть опыт общения с подобными людьми. Насколько те истории, с которыми вы знакомы, похожи на то, о котором мы говорим сейчас? — Действительно, на нашем подворье за последний год, по статистике, которую мы ведем, из преображения поступило около 10 человек. — 11-10 человек. Истории довольно стандартные, люди в трудной жизненной ситуации, как правило, естественно, алкоголи или наркозависимые. Некоторые из них из других городов оказались, некоторые архангельские. Ну, типология одна, пытаясь найти какое-то убежище. Там люди действительно живут на квартирах или в других каких возможностях местах. И трудятся, работают, естественно, за деньги. То есть, деньги получают руководители данной группы, а люди работают. Возможно, там религиозный компонент может присутствовать в виде чтения, священного писания, бесед вот таких как-то вот так. Таких организаций очень много по всей России, конечно. Ну, и вот здесь вот встает вопрос, где реабилитация, а где эксплуатация человека. Где граница. И люди через некоторое время обычные, наши все вот подопечные, кто у нас оказался, понимая, что, ну, его просто эксплуатируют, так сказать, убежали оттуда. Ну, алкогольные проблемы, конечно, остались с собой. Кто-то дальше поехал. Ну, вот уже своя история у каждого была. Пожил какое-то время у нас. И индивидуальная история у каждого. Ну, что вот можно сказать? Ну, вопрос реабилитации, он очень большой. А вот если говорить о том, как отличить реабилитационный центр от секты, то есть по каким признакам здесь можно у человека разобраться, что ему действительно окажут помощь или его будут эксплуатировать? Это очень серьезный вопрос. Центров разного рода очень много. И люди часто спрашивают, попадая в ситуацию, что нужно пройти лечение. Мы консультируем, когда отдаем советы, то только в проверенной организации, которая нам точно известно, чем они занимаются. Круг общения известен. Мы рекомендуем. К сожалению, реабилитационного центра в Аркангельской области нету для алкоголизависимых, для наркозависимых. Но по разным регионам их довольно много. И православной направленности, и, так сказать, самого разного типа. Бюджетные организации, организации, которые не коммерческие, а общественные организации устроили. Очень много протестантской направленности центров с религиозной составляющей. А как отличить? Это только, наверное, специалист может. Но если вот внешне процесс реабилитации идет, если человек желает и старается жить трезво, он оставляет патологическое поведение. То есть врать, воровать, обманывать. Старается завести доброе сообщество, то есть восстанавливать свои связи с обществом. Может быть, семья восстанавливается, или новые связи появляются. Ну и дальше, например, трудится, учится. И вообще его нравственный облик меняется в лучшую сторону. Если вот эти признаки видны, они видны, конечно, внешне. То можно сказать, что правильно реабилитационный процесс идет. А уж как человек реабилитируется по 12-шаговой программе, или он, может быть, при православном монастыре оказался, или в квалифицированном центре. Мы этим вопросом пытаемся заниматься. У нас много знакомых специалистов, кто в среде работает, профессионалы. Поскольку трудность реабилитации, что это комплексный процесс, такой всеохватывающий. Здесь, конечно, легко и спекулировать. — Мы сейчас немножко говорим о том, как определиться с тем, что организация все-таки относится к разряду сект. Как людям понять, какие признаки могут выдать, характеризовать эту организацию? — Все-таки это надо знать. Стороннее суждение надо достоверно узнать. Из самой организации это, может быть, трудно сделать. Всегда представиться, там очень положительный облик будет, естественно. На сайте этой организации все будет интересно и хорошо. Поэтому надо достоверно, прежде чем своего родственника, своему родственнику посоветовать лечение какое-то, надо связаться с профессионалами, действительно с проверенными людьми, у которых есть заслуженный авторитет в этой области, и посоветоваться, потому что, как говорят, мониторят все нормальные центры, они качественные такие, они все известны. Они проверяются. И в этой среде лечебной, профессиональной, эти все названия известны. Самому пытаться лучше довериться квалифицированному мнению, потому что очень легко попасть в организацию, где, ну, в лучшем случае, поэксплуатируют, там и ладно. Потому что реабилитацию должны отличать признаки особые. Человек должен меняться в сознании, должен прорабатываться, просто трудиться, это хорошо, конечно. Даже вот находясь там в православном монастыре, это еще не будет являться само по себе процессом реабилитации. Это можно назвать духовной помощью, укреплением человека. Он может войти в реабилитацию, если он соберет свои силы при каких-то особых обстоятельствах. Люди начинали выздоравливать, он собирал свои возможности. И тогда начинался процесс реабилитации. Но вот поиск вообще-то идет последние 20-30 лет в новой реальности. Зависимости очень много, они жесткие, жестокие достаточно для человека. И поиск методов, отработка, возможностей. И даже в профессиональной среде поиск идет творческий, что далеко не все однозначно ясно. К сожалению, сейчас очень трудно указать полностью универсальный метод, который бы там всеми был признан. В каждом методе есть свои особенности, и плюсы, и какие-то недостатки. И он действует в определенных рамках. Конечно, жизнь отбирает те методы. Ну и, конечно, это еще искусство специалистов. Специалистов на наркологов, профессионалов, психотерапевтов. Батюшка, недавно у нас в области был принят закон о миссионерской деятельности. Буквально в конце минувшего года. И вот в этой связи, как этот закон поможет нам, обществу, противостоять тем угрозам, которые возникают в связи с активизацией деятельностью сект? Да. Принятый закон о миссионерской деятельности. Важный прорыв в этой области. Закон в ряде регионов Российской Федерации уже работает. Был принят ранее. Прошел Верховный суд проверку. Подавали протесты. Нелегко, скажем, принятие этого закона проходило, неоднозначно. Но этот закон дает потенциальные возможности для контролирования. Что там в этом законе главное? Он имеет предъявительный характер. То есть каждый участник, миссионер, должен иметь разрешение, так сказать, от своей организации заниматься миссионерской деятельностью. Традиционные конфессии не составляют труда иметь такое разрешение. А вот те организации религиозные, в которых так называемые всеобщие апостолаты или проповедь всеобщие готовят прихожан на массовый выход. Эти организации, как правило, сразу отмежевываются от своих участников. И такой человек будет говорить, что я лично книги взял, тут раздаю их сам их. Это мое дело. В общем, что это мое личное дело, к организации никакого отношения не имеет. Поэтому потенциальные возможности закон дает, а остается налаживать механизм его работы. И это будет зависеть от активности граждан, от позиции. Любой гражданин может спросить у распространителя религиозной литературы, на улице, например, они встречаются. Есть ли у него подобное разрешение? Разрешения, конечно же, не будет, скорее всего. Поэтому этот случай можно зафиксировать и дать сигнал в правоохранительные органы. А на сегодня, например, написать на имя заместителя губернатора или губернатора письмо, скажем, в администрацию области, письмо в прокуратуру, что выявлен случай нарушения закона. Можно там фотоснимок, например. В общем, как-то улицу указать, время этой встречи. Пока еще механизм только будет налаживаться. Санкции, вот наша областная дума рассматривает меры по административному правонарушению. Какие санкции будут налагаться, штрафы денежные. Они только сейчас будут рассматриваться в ближайшее время. Так что все зависит от правоприменения его, от активности, от позиций гражданской людей, представителей власти. Отец Федорович, во время обсуждения этого законопроекта прозвучала еще тема, что открытие реабилитационного центра имени Яна Кронштадтского, если я не ошибаюсь, оно тоже будет каким-то образом работать на противодействие сектам. Это скорее такой информационно-консультативный центр, где люди могли бы получать квалифицированную информацию и помощь родственники, в первую очередь, ну и пострадавшие, такую первую помощь, как сориентироваться, как относиться к этому явлению. Если твой близкий оказался в такого рода организации сектантского характера. А кто будет консультацией вести? Ну, те же вот наши специалисты, круг определенный, те, кто уже наработали определенный опыт за эти годы. Такие люди есть, может быть, их не очень много у нас, но есть люди, кто уже этой проблемой давно занимается и имеют определенный опыт и определенные знания. Вот это тоже трудное дело достаточно. Этой проблемой религиозного сектанца заниматься тяжело, и не каждый человек захочет и будет этим заниматься. Это такое вот своего рода духовное ассенизаторство, потому что очень много негатива, сталкиваться с чужим горем, и очень трудно, естественно, человека извлечь из такого положения. Помочь ему нелегко, в первую очередь, стараюсь помочь родственникам, чтобы они свое правильное поведение налаживали, не теряли связи, контактов с родным. Но это целая тема. То есть попытки организовать такие структуры у нас есть, эта жизнь требует этого обязательно. И даже незначительные, скромные попытки в этом направлении, они приносят хорошие результаты. Хорошие результаты. Всякое противодействие такое внутреннее на разных уровнях, оно, конечно же, помогает людям. Вот еще об одном аспекте хотелось бы сказать. Известный ученый Евгений Волков, судебный эксперт по уголовным делам, связанным с психологическим насилием, утверждает, что в последние десятилетия во всем мире, в том числе и России, расцветает полукриминальный бизнес целенаправленной эксплуатации человеческой психики. На психологической манипуляции построены не только секты, но и целые отрасли. Реклама, реабилитационные центры, всевозможные пиар-компании, тренинги. Здесь явно руководит принцип циничного макивиализма. Цель – оправдывать средства. Защита людей от психологического насилия и манипуляции – эта проблема, вне сомнения, должна решаться на законодательном уровне, как это делается и эффективно работает, к примеру, во Франции. Батюшка, может быть, на таком бытовом уровне людям посоветовать можно действительно обратиться к практике критического мышления, о котором говорят наши современные психологи, чтобы на каком-то первом этапе, столкнувшись с проблемой выбора, определить, насколько то, что предлагает организация, соответствует нормам неким. – Это технологии современного мира. Если мы посмотрим на книжные полки, там очень много будет литературы о видах, способах манипуляции, и это направление активно развивалось в 20-м столетии. Как заставить человека трудиться, эксплуатировать его, чтобы он этого не знал, чтобы он делал это по своему, так сказать, желанию, в кавычках, возбудить его к этой деятельности. Поэтому наполнение организаций может быть разное, экономическое, не только религиозное, финансовое там. И действительно совершенно верно, что цель подобной организации – власть, обязательно власть над человеком, его захват, всех его возможностей. Возможностей у человека экономических может быть и не быть, но он может трудиться, он сам присутствует и так далее. А что может противостоять этому? Ну, хочется сказать, что вся наша традиция духовная, она призывает человека к такому действию, которое мы называем трезвение, трезвение ума. Это то же самое, что критическое мышление. Религиозный человек в традиционной конфессии, ну, мы про наше православие будем говорить, призван очень вообще осмысленно относиться к явлениям жизни, к себе, иметь бдительность над собой, различать свои чувства, поступки, понимать свои мысли. Это большое искусство. И если подростка, ребенка, начинают в этом направлении развивать, формировать его личностное отношение, его вкус, так сказать, к явлениям жизни, то он уже сам может потом самостоятельно, конечно, не так легко попадаться. Его поманили там чем-то, а он, собственно, и выбора не делает. Проблема всех этих организаций, что человеку выбор не оставляют, его просто вводят в заблуждение, и якобы выбор происходит, а на самом деле никого выбора нет. Его туда обманными манипуляциями заманили, и он там изменился сознание, у него критическое мышление упало, и он уже в совершенно другом состоянии находится. А задача человека — остаться бдительным. И вот наша традиция духовная, она как раз учит человека очень критически относиться. Православие очень критично и к себе, и вообще к явлениям мира. И что это значит? Ну, вот формирование такой личностной позиции. Очень важная современная задача для молодого человека — личность вырастить, чтобы человек понимал, я этого хочу, я делаю то, что я осмысленно принимаю, то, что, может быть, я ищу болю Божию, как говорят, то есть что я должен делать. То есть очень такие трезвенные, побуждения. Ну, а видов манипуляций их великое множество, и против каждой невозможно все это вникнуть и разобрать. Вот этот общий такой духовный иммунитет у человека дает возможность его почувствовать, всегда очень тонко почувствовать, когда что-то негативное начинает, какой-то обман начинает происходить в его жизни. Потому что часто логика здесь вот по-разному. Очень все логично будет, очень все убедительно. И еще надо сказать, что, конечно же, подобные организации уловляют человека в состоянии трудной жизненной ситуации, ослабления, какого-то горя, потери, утраты. Так получается, человек податлив в это время, он хочет человеческого участия, тепла, ласки. И зачастую вот ему это дают, и он доверяет, он раскрывается. Но всегда присутствует все-таки, когда человек попадает в деструктивное какое-то сообщество. Вот это вот то, что у нас называется все-таки противоположно, смиренно-мудрия, нету. Горделивость определенная человека, скрытая такая горделивость. И на этом сыграв, значит, человек вот отдается в лапы, так сказать, вот этого насилия постепенно. А смиренно-мудрия это вот как раз вот такое вот трезвенное, взвешенное отношение. Гордыню свою немного так отодвинуть в сторону. Господи, помоги, как-то внутреннее такое состояние человека. Это дает ему возможность часто исключительно интуитивно почувствовать, что даже не зная фактов, не зная ничего об этих организациях и этих людях, он почувствует, что что-то не то. Вот еще такой аспект, что в сектах по сути в одной упряжке оказываются с одной стороны мошенники, те люди, которые сознательно понимают, чего они хотят, там, наживы, власти, денег, а с другой стороны искренне ищущие и заблуждающиеся в чем-то люди. И понятно, что закон должен наказывать мошенников, но как нам, обычным людям, относиться к тем жертвам, так называемым сектантам, к тем пострадавшим людям, по сути, которые попали вот в ту или иную секту. Это очень важный вопрос. Естественно, людей, сознательно творящих зло, их всегда меньшинство, их не так много, и те, кто понимают, чем они занимаются, их действительно не так много. Но поскольку эти манипуляции очень искусно выстроены, то применить закон и доказать насилие над человеком бывает очень трудно. И это всегда очень скрытые формы. Если бы это все было доказуемо, давно бы применялись современные законодательства, современные было бы применимо. В святом Евангелии Господь указал как путь отношения к человеку другой веры, к сектанту, еретику, на примере отношения к самарянам. В самаряне была классическая иудейская секта с искаженным священным писанием, с искаженным богослужением. Но Господь к самарянам ходил, уважительно к ним относился, нес им слово истины, не гнушался общением с ним. Часто в нравственном отношении люди, попавшие в секту, превышают нас, большинство людей. Часто это люди ищущие, религиозно-творческие, неравнодушные. По разным стечениям обстоятельств они оказались в этом положении. То есть мы призываем различать человека и болезнь, и негативную сторону. Болезнь подпитывать, поддерживать не надо. То есть давать человеку деньги, чтобы он все, кто относил, давать ему там проповедовать, скажем, дома. Ничего этого не надо. А любовь к личности, доброе отношение к человеку должно, несомненно, обязательно оставаться. Иначе просто погибнет человек. Если его, к нему будут относиться жестко, к самому человеку, к личности, в конце концов, право выбора есть у человека ошибаться, заблуждаться. Это глубочайше такое религиозное право. Господь дал право человеку вести себя, как он считает нужным, грехи творить или добродетели искать. Поэтому мы обязаны уважительно относиться в любом случае к личности, к человеку, различая лжеучения, критикую. Но это на примере традиции церкви, святоотеческого предания, явно видно, резко критикую разные ложные взгляды, идеи, лжеучения, в то же время с большой любовью относятся именно к людям, к человеку. К человеку, заблуждающемуся может быть сегодня. Мы все являемся в той или иной степени поврежденными людьми в отношении духовного совершенства. Мы все несовершенны, мы все больны, можно сказать. Поэтому это все открыто в законе, в священном писании, и это надо четко понимать. И выбраться человеку поможет именно доброе отношение, сохранение глубокой любви, но любви такой трезвенной. правильной нужно учиться действовать. Понятно, что секта это такая крайняя форма уже, что человек когда туда попадает, чаще бывает, что ситуация молодой человек находится в поисках истины, и зачастую поле его изыскания это за церковной оградой находится. Должны ли мы как-то старшие родственники, отцы, матери, призывать его все-таки обратить внимание на церковное учение, контролировать эти вопросы? Или это естественный процесс роста, когда не нужно вмешиваться, и может быть это само собой пройдет? Как здесь поступить? Церковная традиция в той семье, которая воцерковленная, это вера родителей. Они могут осмысленно ребенку донести. главная цель воспитания сформировать у человека личностную позицию, развить его качество и выработать в нем духовный иммунитет, чтобы он сталкиваясь с разнообразнейшими явлениями жизни, сам мог регистрировать и отбирать, что мне надо, а что нет. Для этого детей возят в музей, на концерты, развивают с одной стороны эстетическое чувство, с другой стороны формируют их ум. И нравственную позицию поведения, прежде всего на примере жизни взрослых, отношений в семье в первую очередь это, наверное, происходит, отношения родителей между собой. И у человека мощная формируется платформа, чтобы его не уберечь. То есть задача-то воспитания не уберечь человека от всех негативов в жизни, а сделать его способным сохраниться, пройти жизненный путь, добросовестно, добротно, то есть сохранить себя, развить свои добродетели, познать свои недостатки в юном возрасте, познать, чему ему надо противостоять, понять, что такое греховные страсти, а с другой стороны, кто я такой, какие мои таланты, какое мое призвание, то есть понять себя, себя в этом мире, вот это все задачи воспитания, часто на это не очень обращают внимание, к сожалению, и человек теряется перед каким-то вызовом, становится безоружным, беспомощным, а он должен быть именно вооружен, и тогда ему не страшно, он может читать, смотреть, все что угодно, но он должен потом сам сказать, мне это не нравится, это бескусица, это низкопробная вещь, в том числе у него религиозный вкус должен быть, он почитает какой-нибудь текст, это не низкопробный текст, это для профанов, разводит здесь, он должен уметь это делать, то есть он должен научен быть родителями, учебными заведениями, быть таким вот мощным, сильным гражданином, который может это делать самостоятельно, но это, конечно, формируется постепенно и большими усилиями, вот и тогда это будет лучшее лекарство. Борюшка, я вас хочу поблагодарить за участие в нашей программе, и в завершение добавлю, что, как утверждают эксперты, как правило, добыча дельцов становятся люди, находящиеся в каких-либо кризисных ситуациях, когда они наиболее уязвимы, например, человек, переживший утрату близких людей, отчисленный за неуспеваемый студент, одинокая или пожилая женщина, человек, потерявший работу, люди в этих ситуациях нуждаются в дружеской, психологической, материальной поддержке, на их беде и слабости порой играют мошенники, но ведь заметьте, если быть внимательнее и добрее друг к другу, к своим родственникам, друзьям, ближним, то вовремя протянутая рука помощи, то есть самая малость, может предотвратить большую беду. Дорогие телезрители, на этом мы с вами прощаемся. Будьте по-доброму, внимательны друг к другу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова